Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Белоруссии я вошла в состав Советского Союза и в 1940 году мой отец поступил в Барановическое ФЗО по профессии токарь. В мае 1941 года ФЗО полным составом перебросили в город Пермь. На чужбине в Перми застала Альфреда Курьяна весть о начале Великой Отечественной войны. Уйти на фронт по собственному желанию ему не позволил возраст. Поэтому на Уральском машиностроительном заводе имени Дзержинского Альфред Иванович проработал токарем до августа 1942 года. Затем его призвали в армию и направили в город Гороховец Ярославской области, где он был слушателем особого белорусского партизанского сбора. Три месяца в школе диверсантов-подрывников изучал подрывное дело и 10 ноября 1942 года Альфред Курьян пересек линию фронта. Осенью 1942 года их небольшую группу самолетом выбросили в Витебскую область. Там по заданию Компартии Белоруссии собирался партизанский отряд, основа его. Он вошел туда, в этот отряд. И более 600 километров вот они пробирались по тылам немцев, через лес, через деревни. Они шли сюда, на восток, в Новогрудский район. Вот они прибыли в Новогрудский район. И здесь уже их поджидал небольшой отряд, такой Киселев был. Там где-то человек 10. Я уже не помню, сколько там было. Но там группа была, их поджидала Киселев. И это они их встречали. И потом уже, когда их встретили, значит, отряды разделились, кто пошел на Брест. А они ушли в сторону мостов, вместо дислокации их отряда. Это были мосты, Новогрудок, Слоним, Дятлова. Партизан Курьян действовал в партизанском отряде «Октябрь». Первомайской бригады, сформированной в Новогрудском районе. За время действия в тылу врага им были подорваны 62 эшелона. В партизанском отряде «Октябрь» Первомайской партизанской бригады Барановической области, где воевал Альфред Курьян, было 15 бойцов. Под руководством своего командира Александра Горелика они проводили диверсионные работы. Взрывали железнодорожное полотно, мосты, узлы, которые обеспечивали жизнедеятельность немецкой армии. Свою первую медаль, медаль за отвагу, Альфред Иванович получил за участие в операции по разгрому немецкого гарнизона «Купицк». Кровавый неравный бой был за деревней Щерсе на реке Неман. Конечно, просила папа, ну расскажи что-нибудь интересное. Он говорил, лучше вам не знать, что такое война. Ну говорил, голодали, собирали летом ягоды, грибы собирали, продукты им с деревень. Вот он рассказывал, что отрядов было много в то время. Было очень много подготовленных фашистами отрядов. И вот они специально переодевались в форму, это он сам рассказывал, и шли грабить деревни. Именно вот мы, партизаны, мы пришли, грабили. Но там уже знали, во многих деревнях уже знали, допустим, что такое есть. А многие поддавались на эти провокации. Вот, ну, а так, вот он тоже говорил, что никогда не просили, никогда не заставляли ничего давать. Вот пускали телегу по деревне, телега ехала по деревне. А со всех домов, кто мог, бежали и бросали на телегу. Кто кусок хлеба, кто там сапоги, кто портянки, кто что мог, кто кидали на телегу. Вот так, говорит, за счет этого и жили. Рассказывал своим близким Альфред Курьян и о встрече с земляком Михаилом Белушем, который в 44-м году повторил подвиг Александра Матросова во время боя при разгроме вражеского гарнизона в деревне Куписк Новогрудского района, закрыл своим телом станковый пулемет. Участником партизанского отряда «Октябрь» Михаил Андреевич стал в мае 43-го и за год смог подорвать 8 вражеских эшелонов. Из воспоминаний Альфреда Курьяна. Гремел бой, партизаны настойчиво двигались вперед, на проволочное заграждение набрасывались плащ-палатки, ватники, тужурки. В короткой паузе между пулеметными очередями некоторым бойцам удавалось перебраться за ограждение, но все больше их ложилось на землю. Уже солнце было в зените, а ДОТ все косил и косил людей. Овладеть входом было невозможно, его прикрывал станковый пулемет. К ДОТу поползли несколько партизан. Впереди всех был Миша Белуш. Он первым достиг входа и бросился на пулемет. Когда партизаны подбежали к Мишу, увидели, что он мертв. Разгромив гарнизон, народные мстители ушли за Неман. Михаила Белуша похоронили около деревни Куписк Новогрудского района. После войны его останки перезахоронили в братской могиле в городском поселке Карелич и Гродненской области. За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, наш земляк Михаил Белуш посмертно награжден Орденом Отечественной войны первой степени и медалью «Партизану Отечественной войны первой степени». Его именем названы улицы в городах Гродно, Мосты, Новогрудок, Дятлова и Кареличи. Отцу было 18 лет, и Миша было 18 лет, они дружили. Вот отец ездил к нему на могилу, и, в общем-то, в Кареличах там похоронены его хорошие однополчане. Не однополчане, но вместе воевали. Был пулеметный расчет, отец тоже там попал в снаряд, и погибли его друзья. Вот я помню только фамилию Мясин и Попов. После войны отец разыскал мать Мясина, она жила в Москве, и где-то в 70-х годах она еще приезжала к нам в Лиду, и они вместе с отцом ездили в Кареличи. Партизанский отряд «Октябрь» Первомайской партизанской бригады Барановической области соединился с частями Красной армии 10 июля 1944 года, а в воскресенье, 16 июля, Альфред Курьян стал участником уникального парада, практически не имевшего аналога в мировой истории. В Минске в торжественном строю шагали народные мстители – более 30 тысяч человек. За время оккупации белорусские партизаны пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 948 гарнизонов неприятеля, взорвали 819 железнодорожных и 4710 прочих мостов. Через несколько дней после парада Альфред Иванович был принят на службу в органы МВД. После Великой Отечественной войны Альфред Иванович получил юридическое образование и работал в милиции города на разных должностях. 20 августа 2001 года Альфреду Ивановичу присвоили звание подполковника милиции за отличную службу и за охрану общественного порядка. Он награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «Отличник милиции» и «За отвагу». Всего у ветерана 21 орден и медаль. И с 1944 года до 1979 года в трудовой книжке одна запись «Лицкий отдел милиции». Начинал он работать под начальник милиции, был такой Ершов, фотографии его есть. Отец работал участковым, потом оперуполномоченным работал. 35 лет Альфред Курьян стоял на страже закона. В 1979 году вышел на пенсию. Однако не мог сидеть без дела и еще какое-то время работал на предприятиях «Лидопищеконцентраты» и «Конус». По характеру, казалось бы, отец такой жесткий, такой непреклонный. Он очень честный был, нежадный, совершенно нежадный. Он мог последний отдать соседям. Все соседи знали, он у них был такой старый закалки милиционер. Он все видел, все наблюдал. Вы знаете, к вам машина подъехала, вы приходили вечером, к вам стучались, вы знаете, вот то-то, то-то вы в курсе. Уйдя на заслуженный отдых, Альфред Курьян продолжал вести активный образ жизни. С ним советовались его бывшие коллеги. Альфред Иванович тесно сотрудничал с педагогами, учащимися 5-й Лидской школы. Он выступал перед молодежью и рассказывал о том, что было на войне. Рассказывал ради того, чтобы никогда не порвалась ниточка, связующая поколение. Альфред Иванович неоднократно встречался с учащимися нашей школы и рассказывал о событиях Великой Отечественной войны. Альфред Иванович Курьян ушел из жизни 24 октября 2012 года. Ему было 88 лет. На сегодняшний день учащиеся педагоги 5-й школы поддерживают связь с дочерью ветерана Аллой Альфредовной Кит, которая проживает в Лиде. Она передала память и время, книги и фотографии в школьный музей для организации временных экспозиций. Члены нашей пионерской дружины бережно хранят память о ветеране Альфреде Ивановиче Курьяне. С именем ветерана Великой Отечественной войны Альфреда Курьяна тесно связана история пионерской дружины 5-й школы. Чтобы она носила его имя, учащиеся провели большую поисковую работу, изучая жизненный путь ветерана. Благодаря целенаправленной деятельности педагогического коллектива, а также учащихся, нашей пионерской дружине было присвоено имя Альфреда Ивановича Курьяна. В кабинете педагога-организатора был оформлен уголок героя, где проводились экскурсии. Информацию о ветеране также можно найти на сайте учреждения образования. В настоящий момент учащиеся нашей школы популяризируют информацию о Альфреде Ивановиче в средствах массовой информации. Мы гордимся тем, что наша пионерская дружина носит имя этого заслуженного человека. И надеемся, что его личностные качества станут примером для подрастающего поколения. Гордятся Альфредом Курьяном и его родные, гордятся его партизанским прошлым и передают из поколения в поколение память о своем предке, который внес вклад в великую победу.